Итак, всем привет! Возьмёте чаёк-кофеёк, отдохнём, посидим, пообщаемся. Хочу рассказать о своих ощущениях. Вообще, тема, наверное, этого землетрясения, она всех уже порядком надоела очень многим людям. Хочется продолжать жить, хочется выходить из этого стресса, из обстановки. Я просто хочу рассказать, порассуждать, что я здесь чувствую, как мы это переживаем, как страна это переживает, как турки реагируют их поведением. И это чисто вот со своего круга общения, естественно, у каждого это свой круг общения. Я хочу сегодня поговорить о вот этом объединении помощи, отзывчивости. Турки вообще по жизни очень отзывчивые люди. И я много раз об этом видео говорила, думаю, каких-то других блогеров об этом тоже слышали, что если тебе нужна какая-то помощь, это элемент гостеприимства, это элемент их культуры, элемент их воспитания, они в лепёшку разобьются, но помогут. Если у них приезжают гости, они в лепёшку разобьются, его примут, они в лепёшку разобьются, им делают комфортно, удобно, постараются максимально решить проблемы их гостя. Не из каких-то корыстных побуждений, просто их так учат, у них так принято. И вообще, в принципе, в религии верят, если ты поможешь, тебе это зачтётся, попадёшь в рай и так далее. То есть, ну, если они верующие, они в это, конечно же, верят, не таким руководствуются, скажем так, усмотрением. Но это в их культуре, и чем больше ты идёшь где-то в провинцию, в какой-то, я не знаю, в маленький городок едёшь, в деревню или ещё куда-то, тем больше ты этого чувствуешь, потому что там люди, естественно, ближе друг к другу, ближе к природе, друг дружку знают, и вообще очень бескорыстные и так далее. Я уж не буду говорить про историю. Вообще, господи, мы покупаем, когда едем на дачу, мы проезжаем несколько сёл, и там продают, это уже бизнес, они у них хороший там дом, скажем так, не там бедный какой-то деревенский, да, это бизнес, это фермеры. У них очень много голов скота, у них куры, у них есть даже маленькие магазины, у них есть ферма небольшой, заводик по производству масла, сыров, молока, и всех вот этих продуктов, йогуртов и так далее. В общем, даже предприятие есть такое в деревенских, ну там, а-ля человек 30 работает. В общем, это бизнес. Вот мы когда там заезжаем, мы можем купить яйца, йогурт, молочные сыры, вот эти все продукцию любую, например, у тебя там с дачи что-то не получается им сдать, с дачи нет наличных или так далее, то они могут сказать, а, ну ладно, будете ехать, потом завезёте, это вообще нормально. Да, мы вас знаем, помнят вообще, в общем, понимаете, могут тебя видеть в первый раз и тебе поверить на слово. Ну привезёшь там через год, мы на дачу, или там мы с дачи уехали домой в Стамбул в город, приедем только через полгода летом. Ну и летом завезёте там условно, там 50, например, понимаете, вот такое отношение, настолько доверие. Если тебе нужна какая-то помощь, если я там покупала творог, я говорю, мне ребёнку, мне не кислый, а ребёнку, боже, что-то светлое, тебе там из-под полы достанут, там самое лучшее, самое свежее, там ещё, ну, короче, вы поняли всю эту историю, в общем, стараются максимально. И вот когда произошло сейчас землетрясение, вот это единение людей, естественно, я не думала, что какая-то другая реакция будет о том, что там какие-то злые люди что-то критиковать кого-то будут. Знаете, неадекватно себя повели, маленькая часть, маленькая часть населения, это дураки, это малолетки, я об этом говорила, это подростки, 20 лет, в интернете что-то там, типа, стебались, высмеивали, ну, им реально по 19 лет, ну, короче, студенты различные шутили, звонки в МЧС сделали, типа, ля, там заложена бомба, ну, не в таком смысле, ну, вы поняли, да, звонили, ложные давали, я там под завалами, ха-ха-ха, там парень записывал тик-ток, ну, в таком роде, в общем, да, ну, глупые, недалёкие, там, без мозгов люди. Если вы скажете, ну, а как же, столько мародёрства было, и что вообще происходит, не все такие хорошие, знаете, нигде, не везде хорошие. Это есть везде, эти отбросы общества, назовём так, да, которые, в любой, кому война, кому мать родная, да, не зря вот эта поговорка есть. Ничего не меняется от культуры, уровня культуры, населения, образованности, сплочённости и так далее. Такие есть везде. Но я вам точно скажу, что, вот, судя по комментариям под моими видео, которые про землетрясения были, вот такого у турок я не встречала. Таких гнилых, злых и, скажем так, не знаю, куда ж какое слово подобрать, ну, гнилых, назовём так, да, людей, вот эти комментарии. Я когда вот так, скажем так, разделила YouTube-комментарии на русском языке, я подумала, что, ну, этим людям, собственно, им самим нужна помощь, в первую очередь, проблемы, у них несчастная, несчастливая жизнь, им надо как-то как бы её устраивать, это всё понятно. А потом я разделила отдельно турки, их комментарии в Твиттере, и вообще что происходит, да, сострадания, сопереживания. Вы знаете, что я заметила, среди, вот у нас, какие комментарии я читала на русском языке, кошкам, собакам сожалеют больше, чем людям порой, или детям тоже сожалеют, остальным нет. Как бы вот эта помощь и милосердие, оно почему-то делится. Здесь же в Турции помогают всем, и когда из-под завалов доставали детей, это понятно, они больше, кстати, у них выживаемость после этой катастрофы, у них размеры меньше, дети больше попадали в различные щели, между бетоном где-то в квартирах, и дети, у детей психика не понимает, что это происходит, как правило, они не готовы, у них психика более сохранна, они легче переживают, стрессы быстрее забывают, не попадают в панику, в ныне отчаянии, у них меньше смертность, больше выживших. Но тут помогают и бабушка, мы 90 и 80 лет, и каждого, кого вытаскивают, и кошечку, и собачку, здесь всем, всему этому радуются, что вообще живое что-то, кто-то остался. Недавно сносили здание в Хаттае, поврежденное от землетрясения, и увидели, там с тепловизорами сначала просвечивают, если кто, скажем так, живое какое-то существо и так далее. Здание как бы оно осталось, люди эвакуированы, там и вещи всякие остались, не запускали людей оттуда что-то забирать, это было опасно, потому что. И вот просто светили тепловизором, на всякий случай, перед сносом здания, перед началом его разбора, и нашли там кошки высветились, прикиньте, остановили снос здания, этот снос уже начался, уже наверху начали крыши снимать, это, кстати, высокое большое здание из новых, типа, аля там 13 этажей на 13 этаже, заметили котов, и оказалось котов там несколько, около десятка, то есть люди, когда выбежали, есть кому не разрешили вернуться, а кошки остались там, в общем, бедные, голодные там уже, уже 20 с лишним дней, в общем, спасали всей страной в прямом эфире этих несчастных кошек. На кранах спасатели, МЧСники, АФАТ поднимались туда, а ходить там опасно, потому что все обрушится в любой момент, может там дырище в стенах, где-то плиты попадали, в общем, скажем так, все на соплях, на честном слове это здание держалось, поэтому его и начали сносить, да, чтобы оно не завалилось на какие-то соседние, которые еще не пострадали. В общем, выманывали весь вечер этих котов едой и всяко-разной, и пыс-пыс-пыс, кис-кис-кис их, пыс-пыс это по-турецки кошек так подзывают, и еду им там ставили, и всяко-разно, и спасли несколько котов, около 13 штук, их передали ветеринарым, тут же нашлись ветеринары у спасателей, и у них, о чудо, у некоторых котов остались живы их родственники, как хозяева, в общем, этих котов, они вернулись, назовем так себе, в семьи, кто и был их хозяином раньше, в общем, короче, счастливо закончилась история к тому, что даже не стали, ну, остановили здание, МЧСники эти своими жизнями рисковали, а сейчас каждый МЧСник у нас тут на счету их, и так немного здесь в стране, они также гибнут, страдают под завалами, обрушиваются, помирают, и вот такой опасности себя ради котов подвергали, ну, это о многом говорит, о воспитании людей, о сплочении, вот, знаете, очень приятно находиться в обществе таких людей, очень, есть ощущение, что, ну, блин, если со мной что-то произойдет, то мне помогут, и я не про землетрясение, а вообще в общем, по жизни вообще, здесь не без плохих, скажем так, людей, про вот этих, кто грабил, мародерством занимался и так далее, вы понимаете, что это низшие маргиналы, низшие слои населения, естественно, они где-то до землетрясения были, не в высшей касте, назовем тогда, то есть это люди склонные к этому, с каким-то таким прошлым, воровитые, то есть на это пойдут тоже не все совсем, понимаете, это определенная прослойка общества, люди такие, в любом обществе есть люди там, кто уже сидел, и так далее, и так далее, и так далее, и у меня в комментариях были люди, которые писали о том, что это сирийцы, это тето, это цыгане, это там еще, я не буду, короче, все перечислять, мне нужно заговорить, я это вообще осуждаю вообще, такие размышления, и так далее, это такое вот область, и вот поэтому так себя ведут, такие там невоспитанные, у меня, во-первых, вопрос, вы кто такие, чтобы так судить, то, что вы говорите, это уже национализм какой-то, в первую очередь люди, живущие в тех территориях, это граждане страны, не важно, какой они национальности, вера, исповедание, и так далее, вот эта катастрофа, она людей объединяет, боже, тут новостью было, когда приезжали МЧСники на аэродроме, рядом сели два самолета МЧС, это был Израиль и Палестина, вы понимаете, у них война до сих пор идут, позавчера у них взрывы были, они в военные действия идут между этими двумя странами, ну, они спина о спину, рядышком, помогали, туркам разгребали, и не между собой общались, вы понимаете, открыли границу для того, чтобы доставить там медикаменты и всю прочую помощь в Турцию, 34 года пост был закрыт, что еще у нас тут было, вообще все были в шоке, что Украина отправила свои, тоже спасатели своих, они здесь работали, никто не ждал этой помощи, потому что Украине у самих есть, что разбирать, и что там происходит, то есть есть кого спасать, Украине помогать надо, и то приехали, то есть понимаете, что люди очень, вот это горе, оно объединяет, и даже про войны люди порой забывают, ну вот, пожалуйста, и просто какие-то, блин, не знаю, русскоязычные новые страны, СНГ наши ребята сидят такие, разбираются, это Ти, это Си, а вот оно то, здрасте, приехали на себя, в первую очередь, посмотрите, очень у многих, к завершению видео, скажу, прошла сейчас переоценка ценностей, что мы сейчас видим, у нас, когда началась инфляция, очень многие люди покупали доллары и золото, и складывали у себя дома, в банки не несли, банки забирали из банков, наоборот, свои деньги, потому что все боялись и дефолта, и вообще поражение экономического сектора в стране, что в принципе нас в один момент перекроют все бабки, мы без денег останемся, когда только начиналась вообще инфляция, такие внутри в стране разговоры, были слухи, и так далее, и так далее, люди максимально либо скупали недвижку, либо складывали дома золото, доллары, валюту покупали и евро, либо арендовали ячейки в банках, и там хранили, ну, турки такие в банки особо не пойдут, тем более в провинции, там Хатай, как показала практика, очень многие дома хранили все эти сбережения и дела все, то есть условно, если раньше в банке лежало золото свадебное, то потом они все его домой забрали, у себя хранили, и как показывает практика, сейчас очень много под развалами, находят очень часто сумки с деньгами, с валютой, с золотом, прям килограмм, 4-5 килограмм золота, вот этого свадебного, всякие пояса, браслеты, монетки и так далее, как правило, деньги-то валюта в долларах или в евро, не местная валюта, это прям сумки денег, этих находок было очень-очень уже много, они прям с первых дней как начали разгребать завалы, за ними по сути охотились, очень многие, кто по завалам лазил и снимал украшения, подбирал какое-то имущество, вот эти мелкие воришки, назовем так, они вот такие сумки-то как бы и хотели многие найти, и вот такие сундучки с сокровищем были во многих, ну не прям уж зажиточных семьях, но кто-то складывал, короче, люди есть, знаете, не посмотришь, что как-то скромно живет, а денежку складывает, копит, в общем, под матрасом, назовем так, в кавычках, под матрасом хранили деньги, здесь очень многие сейчас произошли, вот у меня, как минимум, знакомых, переоценка ценностей, людей не стало, представляете, находят эту сумку с деньгами, семьи нет, людей нет, дома нет, ничего не осталось у них, а деньги остались, и многие поняли, что деньги с собой, ты наконец-то убедились, да, визуально, поговорком, пославиться, что деньги ты с собой в могилу не заберешь, тратить их надо здесь сейчас, и хорошо проживать свою жизнь, и одна девушка из-под завалов, которую достали, я в телеграме оставлю ссылку на телеграм, там подписывайтесь, я делала пост, там вроде на русский язык с переводом было ее видео, или я что-то просто по-русски писала с турецкого, что она там видео говорила под постом, я же не помню, в общем, есть видео, когда ее достали, не помню, пять дней, она была под завалами, она рассказывала, как там было тяжело, как она думала, что она уже умрет, и все такое, у нее серьезные ранения, то есть ее там придавило хорошо, и она сказала, это так сердечно, она говорила, люди, живите здесь и сейчас, все, что вы можете сделать, вы можете потратить, купить, порадовать себя, своих близких, делайте это сейчас, не откладывайте на потом, этого потом может не наступить, она сказала, я теперь, у меня есть шанс, я выжила, я буду жить так, как я хочу, без оглядки на других людей, буду делать все, что я хочу, буду помогать, любить, жить здесь и сейчас, каждую минуту, как в последний раз, потому что неизвестно, что будет завтра, доживу это завтра или нет, и очень многие это поняли, наконец-то, я с этими мыслями всю жизнь живу, последние очень многие годы, придерживаюсь именно такой, скажем так, политики и взглядах на жизнь, но рада, что очень многие на это обратили внимание, еще по поводу денег и сумок расскажу, у меня был пост, я брала новости с ТРТ Хабер, это официальный источник новостей, у них есть ТРТ газета, ТРТ Хабер телеканал, это про государственные правительственные СМИ, там публикуются, по цензурной, естественно, поэтому там публикуется только все, что только можно, то есть разрешено, экстра чего-то там порочащее никогда не публикуется, то есть это огромный фильтр, проходит вся информация, который там публикуется, ну из таких сумок, вроде 150 тысяч долларов, нашли спасатели из России, и у меня был пост, видео тоже, о том, как они передавали, вот я взяла из ТРТ Хабер официальных, они передавали полиции эту сумку с деньгами, там есть фото, видео, в общем, как они передачу этого делали, ну и все как бы нашли, нашли, передали полиции, там эти 50 или 150 тысяч долларов, или евро, и все, короче, потом эту новость подхватили паблики, и я сразу скажу, что начали из этого раздувать то, чего не было, это логично, это все понятно, мне лично, как живящие здесь в Турции, именно неприятно, что именно на трагедии, людской, люди пытаются сводить свои счеты, у меня в комментариях, это тоже все это очень ярко видно, а вот вы, а вот мы, и вот эта вся история, блин, люди приходят посраться и повысказывать свои личные обиды, просто по другим вообще поводам, чужому, по чужим горем, ну окей, они не могут другого места для этого найти, то есть тоже, пусть делают, в общем, в общем, начала появляться, типа, информация о том, что якобы, это в пабликах, в Телеграме, о том, что неправильно переведены были с турецкого языка, не то, что неправильно, как сказать, ложно, например, да, информация была переведена о том, что МЧС из России нашли деньги и своровали их, и не вернули, и понеслось, конечно, и началось, а вот да, ой, короче, то, что мне на эту тему, если вопросы были заданы, новость обралась Тарата Хабер, это официальная информация, там непроверенного ничего нет, там есть видео, как они передавали эту сумку с деньгами полицейским, так что вот, новость вот такая, если бы это было на самом деле так, я бы сказала так, как оно есть, что деньги, например, украли, их не вернули, про поводу воровства, например, из Израиля спасатели вывезли, помните, если видели в новостях, здесь, это, даже в Турции, это не особо засветилось в новостях, не сильно, я это видела в евро-новостях, вообще не в турецких, первая информация пошла, они его руну вывезли из Турции, то есть, священные писания, с какой-то там мечети, поврежденные, в общем, такой сверточек исторический, там вообще там супер-супер-супер старый, вывезли в Израиль, и передали какой-то там общине, когда эта тема началась, что это вообще за сверточек, оказывается, этот сверточек передал владелец, у этого был исторического артефакта, меценат какой-то местный здесь, в общем, еврей в Турции, который передал это на родину, они это вывезли МЧС своим бортом, и передали там тоже в какую-то свою общину, но по законам Турции, может относиться к любым другим историческим драгоценностям, артефактам, и всему-всему прочему, это должно проходить через описание, таможню, специальное разрешение от государства, на вывоз любых исторических, каких-то там скопаемых, ценных вещей, и тому подобное, то есть они просто взяли и увезли, это незаконная история, так вот, вот этот артефакт, этот сверток, его вернули обратно в Турцию, вот на последние новости, и то, когда это был факт, это особо не, в новостях даже нигде не разлеталось, всем не до этого, на самом деле, было в этом ковыряться, узнавать об этом, короче говоря, что хочу сказать, мне очень приятно, что среди местного населения, здесь турок, в моем обществе, давайте будем так говорить, я буду говорить за себя, в моем обществе, среди моих друзей и знакомых, у меня есть понимающие, помогающие люди, которые до сих пор у меня спрашивают, кому что нужно, как кому чем-то помочь могут, до сих пор помогают, до сих пор мы делаем различные сборы, и так далее, и все эта история продолжается, они не опускают рук, и не живут, как будто бы типа ничего не было, в Стамбуле это не коснулось, вот условно скоро будет месяц, прошел, и все, типа я моих отец край, ничего не знаю, все участные, многие там волонтерят, и так далее, мне это очень приятно, есть надежда на то, что у этого общества есть будущее, когда здесь есть сердечные люди, некоторые разбираются, кто какой, где национальности, что он ворует, как себя ведет, и так далее, знаете, так турки даже внутри в стране не осуждали тех, кто делал вот эти преступления различные, как это делали какие-то иностранцы со стороны, со стороны, конечно, виднее, то есть вот этот уровень какой-то жесткости, агрессии, я бы поняла здесь внутри у местных, потому что они в стрессе находятся, да, и они тратят свои деньги, свои пожертвования, потом выясняется, что куда-то не туда потратилось, кто-то не так как-то сделал, и так далее, на самом деле, это со стороны люди делают, которые в этом даже не задействованы, это ничего не переживали, сопереживают чисто со стороны, но они знают лучше, конечно, кто где как, как всегда, я не удивлена тому, что какая реакция здесь у общества у людей, реакция правильная, реакция жизненная такая, душевная, то есть оно так и должно быть, в здоровом обществе должно быть вот так, я желаю, как говорится, Гечмишел Сунтурки, я желаю силы терпения, нам здесь, кто здесь живет, в самой стране, потому что ждут ее огромные перемены, сейчас будет очень нелегкое время, не только по восстановлению и нормализации жизни, но и политические передряги, назовем так, все, что сейчас будет происходить, это будет тяжелое время для страны, незабываемо подоплеки, которая полтора года была у нас, экономическая, это не самые легкие времена, но как психолог, человек, работающий с людьми, я вам точно скажу, любые испытания, если мы будем делать правильные выводы, работу над ошибками производить, мы всегда будем получать какую-то выгоду из нашего опыта, мы должны учиться на своем опыте, то есть страна это все равно переживет, у нас будет смена общества, естественно, какой-то некий отсев общества, каких-то наших качеств, вот эта катастрофа землетрясением, этот отсев уже произошел, это уже качественно, другие люди, вот эта помощь друг к другу, объединение, это очень сильно чувствуется, и такое нужно, конечно, иногда, не такими, конечно, затратами, но такое нужно иногда переживать, чтобы понять, кто с тобой рядом, с кем ты рядом живешь, на кого ты можешь рассчитывать, а на кого нет. Спасибо всем за внимание, если кому-то нужна моя консультация психолога, в инфобоксе под видео моя почта есть, если вы хотите прислать свою анонимную историю для разбора на канале, также на почту, письмо от анонима пишите. Спасибо за внимание, всем пока!